Когда вам душно в такси, вы не открываете окно, чтобы не побеспокоить водителя, чтобы он не подумал, что у него душно. Или на массаж, да, что вам делают массаж больно, а вы терпите, потому что, блин, неудобно сказать человеку, что больно. И мне даже было стыдно за то, что я сама это все не убирала, потому что мы дома всегда сами делали ремонт, сами убирались. Всем привет, меня зовут Алена Слепых, я учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. Я после психолога. И я не просто после психолога, я еще и после того, как вчера я заплатила 20 тысяч практически рублей за клининг и получила, ну, какую-то вот такую вот историю. И знаете, в этом во всем для меня самое обидное то, что я обнаружила, как сложно говорить людям о том, что они плохо сделали свою работу. И вот это видео, да, в этом видео мне хочется вообще порассуждать на эту тему, почему мы выбираем ставить на первое место чувства других людей, а не свои. То есть, как часто вы вообще, я тоже, как часто вы замалчиваете о чем-то? Не знаю, вот элементарно, когда вам душно в такси, вы не открываете окно, чтобы не побеспокоить водителя, чтобы он не подумал, что у него душно. Или как часто вы не просите в том же самом такси убавить музыку. Или как часто в магазине, я не знаю, вы терпите то, что, не знаю, грязная лента, вот, да, на которую вы выкладываете. Или на массаж, да, что вам делают массаж больно, а вы терпите, потому что, блин, неудобно сказать человеку, что больно. Если вы не терпите, если вы умеете сказать, то напишите, как вы к этому пришли. Потому что я не понимаю, я не понимаю, для меня все это сложно, больно и ужасно. И действительно, именно вот эти два с половиной года терапии, да, уже почти три, помогли мне сделать так, что я могу опереться внутри на себя, могу заметить свои чувства и могу уже где-то, да, сделать шаги вот в пользу выбора именно себя, а не других людей. И тут мне очень приятно, что я могу каждому из вас помочь сделать шаг к себе ближе, сделать комфортный шаг в терапию с сервисом Ясно. Ясно это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологом. Все сессии проходят на собственной видеоплатформе Ясно, и на сервисе прошло уже более двух с половиной миллионов сессий. Так что все процессы отточены до мелочей, от самого процесса сессии до службы поддержки. Ясно, кстати, уникальная служба поддержки, там работают только квалифицированные психологи. Поэтому если вам сложно подобрать специалиста самому, и вы хотите, чтобы вам в этом помогли, то вы смело можете писать в поддержку, и вам точно помогут определиться с выбором. Я знаю, как сложно сделать этот первый шаг и пойти к психологу, просто потому что очень страшно не найти своего психолога с первого раза. Поэтому безумно удобно, что на сервисе при регистрации специальный алгоритм подбирает для вас психолога с учетом сложностей, которые вы хотите обсудить. Удобного времени для вас пола и возраста специалиста. Еще мне нравится, что у некоторых психологов на сервисе есть видео-визитка. Можно посмотреть, как специалист говорит, что для него важно. В общем, познакомиться с человеком до самой сессии, чтобы с первого раза попасть к максимально подходящему для вас человеку. Это, кстати, очень сильно помогает снять тревожность перед первым шагом в терапию, который делать, правда, очень-очень сложно. Каждый раз говорю о том, как я рада, что я могу сделать терапию доступнее для вас. Ясно, дали мне промокод Алоха, который дает 20% скидки на первую сессию при регистрации. Он действует как на индивидуальную сессию, так и на парную. Не бойтесь начинать знакомство с собой. Это, правда, очень сложно, но это лучшее, что вы можете сделать для себя уже сегодня. А теперь давайте я вам расскажу эту историю с клинингом с самого начала. Мы купили квартиру. Вот в этом видео вы можете посмотреть квартиру и как мы ее купили. Вот, мы купили квартиру в декабре, и в январе туда заехал ремонтник, 15 января, а 6 января он уже съехал, представляете? То есть, ой, а 6 марта он уже съехал. То есть, 6 марта он закончил ремонт, и как бы все. После ремонта нужно убраться. И я сначала думала, я вызову клининг, все, хочу вызвать клининг, не хочу убираться сама. Потом я стала писать в эти все клининги, и оказалось, что это как бы после ремонта, клининг после ремонта не самое дорогое, не самое дешевое удовольствие. Это средний чек на такие штуки, вот там от 18 до 20 тысяч, просто из-за того, что у нас панорамная вот эта лоджия с окном панорамным, да, и большая стеклянная дверь на эту лоджию. Да, из-за этого вот количество, из-за этого цена на мойку окон сильно растет. Вот, сейчас в Калининграде цена на эти окна, это секция за, одна секция за 800 рублей после ремонта. Вот так вот они считают. И у нас получилось 13 секций, 6 секций на балконе панорамном, 4 секции, они считают вот эту дверь большую, и 3 секции на окне. Итого 13 секций, итого вот 10 с половиной тысяч, пожалуйста, за мытье окон. И 8 400, да, стоит уборка квартиры. Но уборка квартиры, сюда включена уборка санузла и все такое. Помовка стен после ремонта, да, в ванной, да, тоже немаловажно, кафель. И я сначала, когда увидела эту цену, потому что, ну, блин, нет, очень дорого, очень дорого, я сама. Потом я приехала на эту квартиру и вот смотрю на это. И думаю, что все-таки, наверное, я готова заплатить любые деньги, чтобы это убрали, потому что, ну, у нас элементарно даже нет такого пылесоса, который это все может вот из рам вот этих вот вычистить. Просто потому что у нас есть только робот-пылесос и швабра, все. Робот-пылесос туда запустить не могу, я думаю, что он сломается, ну, и плюс из рам он ничего не выцесет. И я просто даже не представляю, сколько бы пришлось тратить ресурсов на то, чтобы вот это вот все вымыть. И я как бы с собой договорилась, что все, я готова отдать эти деньги, все, с удовольствием, класс, я договорилась с собой. И все, приезжает клининг, смотрит фронт работы, говорит, все супер, сейчас помоем. Сказали приехать там через несколько часов, и все, мне позвонили, что они заканчивают, и я еду, и я уже сразу думаю о том, а что делать, если мне не понравится? А как мне сказать, если мне что-то не устроит? А как попросить их доделать? А как попросить их домыть? И вот я уже с этими мыслями туда еду, понимая, что ну не может быть все идеально, ну не может быть все идеально. И я приезжаю, на первый взгляд я смотрю просто, вообще все супер, окна идеальные, полы идеальные, блестят, носки не грязные, так по полу рукой проводишь в любом месте, никакого налета нет. Вот, но когда я подошла к окну, я оперлась в батарею, руку вот так положила, и смотрю, пальцы грязные, они еще тут. И я у них про это не спросила, потому что мне было настолько сложно столкнуться с их чувствами, с их какой-то реакцией. А может быть реакция-то была бы нормальна, но от того, что ты не знаешь, что это будет за реакция, да, из-за того, что, не знаю, вот это внутреннее чувство быть хорошей, да, быть милой, хорошенькой, удобненькой, ты вот это вот все на всякий случай затыкаешь и думаешь о том, что, блин, ну нет, ну все-таки нет, наверное, промолчу. Вот, они уехали, я заплатила 18 900, вот, они уехали. Я стала внимательнее смотреть все места, посмотрела батарею, что она грязная, посмотрела, что полотенцесушитель в ванной грязной, раковина не помытая, потому что я им сказала, что кран в раковине не открывать, потому что там внизу выведена труба для машинки, и из нее льется. Но от того, что кран этот открывать не нужно, это не значит, что не нужно мыть раковину. Грязная раковина, грязные розетки, половина розеток просто тоже вот так вот в пыли, и, блин, и я понимаю, что там, ну это делов на 20 минут, да, пойти купить тряпку, протереть это все, там несколько раз пополоскать, протереть еще пополоскать, вот. Но, знаете, внутри вот это вот чувство, осадок того, что, ну, я же заплатила, чтобы этого не делать, и я же заплатила, чтобы прийти сюда, ну, грубо говоря, и сразу повесить полотенце на полотенце, сушить, а я не могу, потому что там все в пыли. И я заплатила, чтобы, чтобы получить чистоту, а я ее не получила. И да, сразу во мне вот это, что, что тебе сложно, что ли, тебе что, сложно дальше это все домыть, ну, не может быть идеально, ну, не может быть идеально. Вот, я села на полу в этой комнате, поплакала, потому что мне было так грустно и обидно, и вообще. А потом я подумала, что, блин, окей, я это сделаю, я помою, мне несложно, но я хочу, чтобы мне тогда хотя бы, там, не знаю, тысячи две вернули. Потому что, ну, что это за такое? То есть, это уборка в абсолютно пустой квартире, ни единого предмета, мебели нету, никаких полок, ничего. А в прайсе они там и кровать должны заправлять, и с полок все мыть, и мебель чистить за эти деньги. А ничего нету. И то есть, они даже розетки не помыли, которые тоже есть в этом же прайсе. И я тогда так радумаю. Так, я напишу, и знаете, я написала сообщение. Вот оно, я писала по принципу этого бутерброда, да, хорошее, плохое и какое-то еще предложение, да, то есть позитивное, критика и предложение. Вот, написала, что давайте, что мне очень понравилось, но правда, честное слово, полы идеальные, окна идеальные. Я бы сама так, ну, никогда бы не помыла. Я в восторге, реально, вот за это я готова была там заплатить 15 тысяч, и я бы не пожалела. Но вот эти 3 900 за остальное, то, что не помыто, мне очень-очень жалко, знаете. Вот, и я так и написала, что что у вас в случае делается, вы часть вернете, либо приедут, доделают. И, конечно, я бы хотела, чтобы мне вернули деньги, я сама это все доделала, чтобы потом опять не сталкиваться с людьми, которые не доделали. И она написала, что вот они могут сейчас вернуться, я говорю, нет, не надо сейчас, а я уже, правда, я уже была такая уставшая, я уже, я весь день была с этими доставками, еще машинку доставляли, вот. И я весь день не дома, весь день что-то делала, я уже голодная, злая, грустная, я уже не хотела их ждать, еще ждать, пока они домой, то и потом, я говорю, нет, давайте не сегодня, давайте завтра. И вот завтра, то есть сегодня, сейчас, вот я запишу это видео и поеду туда, приедут домывать. И вот мне нужно с этим столкнуться. Сейчас с психологом, вот мы как раз про это разговаривали. А как сталкиваться-то? А как себя вести? А что, что я могу сказать? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что я не одна такая, что мне не одно сложно думать о себе в первую очередь, что мне не одно сложно проявлять свои чувства, заявлять о своих чувствах, говорить, что что-то не нравится, потому что очень страшно с этим столкнуться. Откуда все это берет? А все это берет начало, конечно же, из нашего детства, из подсоветского прошлого, наших взрослых, где, да, вот эта коллективная ответственность. Да, блин, ну я не ответственна за работу другого человека. И, да, вот это вот, и мне даже было стыдно за то, что я сама это все и не убирала, потому что мы дома всегда сами делали ремонт, сами убирались. И вот я в Телеграме, вот в Телеграме написала пост на эту тему, да, сразу же, и в комментариях написали, что я бы даже не подумала проверить батареи. А я подумала, потому что я их после ремонта всегда мыла. Вот. И теперь я вот решила, да, себя, сделать себе вот такой вот подарок, не мыть эту квартиру после ремонта, и вот что я получила. И как же, блин, сложно, как же сложно все это делать, как сложно расти, да, вот вырастать в человека, который может за себя постоять, у которого внутри есть опора. Конечно, без терапии было бы в тысячу раз сложнее, потому что терапия, она помогает мне показывать, что мир не рушится, если я на кого-то позлюсь. Она мне замечает, ты на меня сейчас злишься, да, когда там, не знаю, у нее либо интернет отваливается, либо кота надо выпустить, либо там, не знаю, либо когда она задает мне свои вопросы, на которые я не могу ответить. Вот. Меня это злит, но я продолжаю сказать ответ. Она говорит, так я вижу, что ты злишься, почему ты мне не скажешь, что тебя это злит, почему ты не скажешь, хватит, хватит, давайте про другое, я пока не могу на это ответить. Говорит, почему ты терпишь? И вот тихонечко в терапии ты учишься не терпеть, ты учишься говорить о том, что тебе не нравится. И терапия — это в первую очередь про отношения. Ты учишься выстраивать отношения в безопасном пространстве, и потом из этого безопасного пространства ты уже пробуешь предъявлять свою вот микро-злость уже подружке, молодому человеку, маме, что самое сложное, между прочим, сказать маме, что я с тобой не согласна, и я буду носить эти штаны, даже если тебе кажется, что они не подчеркивают мою фигуру. Просто с мамой у меня был вечный спор с моей одеждой, с тем, как я выгляжу, ей всегда это не нравилось, а я продолжала это носить со стыдом. А теперь я продолжу это носить без стыда, потому что я говорю, мам, сколько мне лет? Говорю, давай, пожалуйста, я сама буду решать, что я буду носить, а что нет. И к этому тоже было сложно прийти, и к этому я пришла тоже только с терапией. Как обычно, хвалебная видеотерапия получилась, но без этого как бы никуда на этом канале, извините. Поэтому давайте, пожалуйста, мы все будем становиться внимательнее к себе, обращать внимание на свои чувства, быть к себе ближе, а не ближе к девушке из клининга, и думать о себе в первую очередь и о своих чувствах. Вот, пишите в комментариях свои истории, пишите в комментариях про то, думаете ли вы, оправдано ли мое волнение по поводу цены, потому что правда, мне кажется, что чуть-чуть дороговато за отсутствие мебели и за то, что они чуть-чуть не доделали. Вот, и как бы вы себя повели, мне тоже интересно, написали бы вы, не написали бы. И на самом деле, вот для меня даже то, что я в сообщении просто это написала, для меня даже это было уже просто вообще восторг, выше 80-й л-в-в-л. Вот. Поэтому вот так. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что после него вы будете к себе внимательнее относиться, к своим чувствам, к своим реакциям. И сначала будете находить в себе силы говорить о том, что вам не нравится, а не потом тратить миллион тысяч ресурсов, думая о том, как надо было сказать. Вот. Мы с вами увидимся в следующих видео. Старайтесь быть к себе ближе. Субтитры сделал DimaTorzok